Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Любовь. Сегодня я буду пересаживать свой цимбидиум. Наконец-то я собралась это сделать. Это ни в коем случае не урок. Поделюсь с вами той информацией, которую я нашла сама в интернете. Это мой первый цимбидиум. Приобрела я его в январе прошлого года, цветущим. Очень мне понравилось его цветение. И первая пересадка цимбидиума. Поэтому не судите очень строго. Пересаживать цимбидиум можно, когда у него новые росты будут хотя бы сантиметров 5 длиной. Вот здесь вот можно видеть у него вот один молодой рост. Вот молодой рост. Так что пересаживать его можно. Нужно было это сделать, конечно, пораньше. Пересаживаются цимбидиумы весной, но сейчас еще конец весны. Так уж у меня получилось. Я рискнула это сделать, потому что корней в горшочке очень много. Я уже предварительно доставала его сегодня, но сейчас уже достану на камеру. Вот посмотрите, сколько много у него корней. Так что, конечно, надо было его пересаживать. Здесь даже и грунта-то уже не видно. Для пересадки я нашла вот такой горшок. Диаметр горшка верхний должен быть в полтора-два раза меньше высоты цимбидиума. У него корни сильные, растут глубоко. И вот я нашла такой горшочек. Его диаметр должен превышать ненамного корневую систему. Но меньше я не нашла, поэтому буду пересаживать в такой. В этом горшочке очень удобно. Сделаны вот здесь вот ручки, за которые можно его выгивать. И с горшочком. В общем, очень мне понравился. И дренажное отверстие. Не знаю, видно вам на камеру это внизу. Вот такой горшочек. Ну, само кашпо я сейчас уберу. Оно нам не нужно. А вот этот горшочек мы оставляем. На дно надо положить дренаж. Для дренажа я взяла керамзит. Насыпаю его на дно горшочка. И положу немного крупной коры. Тоже в качестве дренажа. Вот у меня здесь такая крупная кора. Несколько кусочков я положу на дно. Ну, думаю, достаточно вот так будет. Грунт я взяла готовый для орхидей фирмы Фаско. Там было... Это не реклама ни в коем случае. В составе этого грунта уголь, кора, мелкий керамзит. Написано, что он в том числе подходит для цимбидиумов. Я сюда добавила еще мелкой коры, совсем немного кокосового волокна и мха. Не живого, а который у меня был в наборе для посадки орхидеи в другом уже. И вот в такой грунт буду сажать с имбидиум. Грунт должен быть легким, воздухопроницаемым. Так что я думаю, такой грунт ему должен понравиться. Насыпаю немного на дно, наверное. Сейчас померяю его. Да, там получается много еще свободного пространства. Так что я еще положу вот этот кусочек коры. У меня был немного насыплю грунтом на дно. Наверное, прям вот так вот рукой, руки в перчатках. Так что ничего страшного. И потом уже сюда поставлю цимбидиум. Надо насыпать еще, потому что корни должны на 1-1,5 см возвышаться над уровнем грунта. Грунта и сами псевдобульвы. Так рекомендуется для цимбидиума. Итак, я немножечко еще добавляю грунта. И размещаю сюда цимбидиум. Опять мало. Надо было больше добавить керамзитом. Но теперь уже оставлю так, как есть. Имею в виду того керамзита, который для дренажа. Может быть и глубоковатый горшочек, но другого подходящего, как я сказала, мне не попалось. Ну, вот так я думаю, что хорошо. Грунт я до самого верха горшка не буду насыпать. Все-таки еще добавляю. И вот так насыпаю грунт по кругу теперь. Так что в пересадке ничего сложного нет. Пересаживаю я его, получается, методом перевалки. Корневую систему я не трогала. Потому что, как вы видели, получилось у меня несимметрично. Придется поправлять. Как вы видели, корни хорошие. Вот еще раз их показываю. Нет ни гнилых корней. Наверное, все-таки ложкой буду насыпать. Ни сухих. Поэтому необходимости трогать корни не было. Но если у кого-то есть, будет с имбидиум, с проблемными корнями, их, конечно, надо удалять. Ранки обязательно, места срезов корней обрабатывать каким-нибудь антисептическим средством. Ну, можно присыпать углем, корицей. Кто как делает. Кто как привык и считает более эффективно, что ли, скажем так. Вот так я присыпаю цимбидиум. Поливать после пересадки рекомендуется дня через 4 только. В принципе, есть такая рекомендация, что замочить с имбидиум перед пересадкой в воде на несколько минут, чтобы корни были эластичные, чтобы их не повреждать. Но я этого не делала, потому что пересаживаю перевалкой. В этом необходимости не было. Итак, поливать дня через 4. Потом, и то немножко совсем. Потом постепенно полив увеличивать. И через 2 недели уже поливать цимбидиум, как обычно. Вот видны здесь кусочки угля в этой смеси. Я не добавляла, он здесь был, как я сказала. Ну и вот через 2 недели, когда я уже начну поливать цимбидиум, как обычно, я собираюсь его поставить на лоджию. Но, к сожалению, у нас лоджия северо-восточная. Утром в левой ее части, там, где стоит как раз стол, где можно его поставить, и полка там у меня сделана, там очень жарко. С утра светит солнце, где-то с 5 до 7 утра. Поэтому я буду его ставить на тумбочку в другую сторону. Грунт засыпается так, чтобы не было пустот. Цимбидиуму это не надо. Вот я так немножечко постучу по горшочку, чтобы он хорошо просыпался. Ну, я чувствовала, что он полностью все заполняет. И вот, как мы видим, немножечко и псевдобульбы выше уровня грунта, и чуть-чуть корни. Больше я добавлять грунта здесь не буду. Вот так я его посадила. Надеюсь, для новых псевдобульб будет место для роста. Они растут у него по кругу. И вот здесь вот показываю еще раз молодой рост. И с другой стороны тоже есть. Вот он. Поэтому я размещаю его, разместила его в центре горшочка. Теперь я вот возьму это кашко, помещаю сюда цимбидиум. И вот он теперь, вот эта ручечка здесь, за которую вынимать горшочек. И вот он теперь так красиво разместился в горшочке, в этом двойном. Надеюсь, что с ним будет все в порядке. И он все-таки порадует меня цветением. Для цветения ему нужны перепады температуры. Вот я надеюсь, что он будет стоять на лоджии и все-таки порадует меня цветением. Осенью он у меня стоял на лоджии. Но вот пока не цветет. Спасибо всем за внимание. Всего наилучшего вам. Пусть ваши растения радуют вас постоянно, хорошо растут. Конечно, тех, у кого они есть, хорошо растут и цветут. Конечно же, радуют домашним цветением. До новых встреч. С вами была Любовь.